Я бы хотела особое внимание обратить, что пресс-суицид и суицид – это состояние, как я уже говорила в предыдущем стриме, когда у детей идут достаточно серьёзные проблемы с гормональной системой. Это хаос гормональной системы. Это состояние, когда подавляющие энергии, подавляющие эмоции, саморазрушение эмоций, эмоции злобы, эмоции агрессии захлёстывают детей. И эта система, ещё раз повторюсь, когда ребёнок попадает в очень серьёзный травматичный процесс. Травматичный процесс – это и школа, это и окружение, это и неудачи, и это не обращение родителя в моменте, когда ребёнок получает очень высокий спектр проблем, да, либо проблемный опыт, в сгущенный какой-то сюжет попадает, да, родитель не в силах отследить. Мне многие родители говорят, я не была в силах отследить, потому что я всё время работала, я работала, я зарабатывала для того, чтобы содержать своего ребёнка, и поэтому это всё отговорки. Я работала, я зарабатывала. Рабство, работа, да, то есть я в рабстве у работы, но я пропустила проблему у своего ребёнка. Я ни в коем случае никого не осуждаю. Я просто говорю о том, как складывается система взаимодействия, и когда мы пропускаем проблемы наших детей. Очень важно понимать, что три системы основные энергетические, да, мозговой деятельности, возбуждение, торможение, успокоение, это я уже говорила, серотонин, дофамин, триптофан, да, мелатонин. У детей в подростковом возрасте сбивается сон, многие родители говорят, потому что в телефоне, потому что не спит, потому что играет в игры и так далее. Но вопрос, почему он играет в игры? Потому что есть система, когда ребёнку надо успокоиться, а когда ребёнок успокаивается, когда он что-то делает, когда он куда-то вникает, и ему кажется, что я отвлекусь от того, что есть, вникну в то, что мне на сегодняшний день даёт успокоение, и мне будет легче. Конечно, это иллюзия, конечно, это фантазия, конечно, это неправильно. Но, тем не менее, мы должны с этим считаться. И первый уровень – это одобрение того, что есть, да, несмотря на то, что надо наругать, в самом деле надо одобрить. Надо просто поговорить, просто поделиться опытом и сказать, да, у меня тоже так было, я тоже испытывала или испытывал нечто, но всё же я смог, смогла выйти из этого состояния. Давай попробуем, давай обсудим, что, как и почему. Диалог обязательно необходим. Он просто настолько необходим, насколько воздух. Вот мы дышим, и это наша жизнь. Вот нашим детям нужен наш диалог. Это воздух. Ещё раз повторюсь. Подростковый период острый. Много сейчас обращений с тем, что дети, к сожалению большому, уходят в депрессию. И это не только монополярная депрессия. Это и биполярные, и мультиполярные расстройства. Это состояние, когда дети, к большому сожалению, получают травму, а родители этого не видят. В первую очередь это страх жизни. Страх жизни, страх будущего, какие-то потери. А какие потери могут быть у ребёнка? А потери простые. Что-то не получилось, к родителю обратиться невозможно. Родитель воспитывает, родитель требует, родитель хочет, чтобы ребёнок был успешный. Всё время понукает, говорит, я для тебя создаю условия, ты должен, ты должна и так далее. Это система ограничений. И эти ограничения, к сожалению большому, создают в ребёнке коллапс личности. Что такое коллапс? Стоп. Заторможенность. Страх парализует волю. Я всегда говорю, страх парализует волю. Это сложный, можно даже сказать, практически неидентичный жизни. Процесс – это страх, который испытывают дети перед родителями. Далее, страх какого-то опыта. Ребёнку запрещали. Первый сексуальный опыт, первый опыт влюблённости, первый опыт сигареты, алкоголь, какие-то ещё системы. Ребёнок, в первую очередь, прячется. И родитель, в общем-то, не имеет возможности якобы увидеть. А когда вдруг родитель понимает, что что-то ребёнок делает не так, это скандал. Это выяснение отношений. Это запрет, это очень серьёзная, я бы даже сказала, конструктивно-негативная, однозначно, система переживаний или система, когда мы кастрируем своего ребёнка. Система кастрации в психологии рассматривалась многими психологами, психоаналитиками. Женщины кастрируют мужчин, мужчины кастрируют женщин. Что это такое вообще кастрация? Как можно кастрировать ребёнка? Вот как раз-таки это состояние, когда ты переходишь на личностное. Ты говоришь, ты не смеешь, ты не должен, ты ни в коем случае, да ты такой, да ты сякой. Твоё обвинение переходит на личность. Обвинение заходит слишком далеко. Ты подавляешь личность, чтобы якобы личность не сделала чего-то, что по твоему мнению страшно. Да ещё ты рисуешь что-то, что в конечном итоге даст такой катастрофический результат. Вот тебе и кастрация. Кастрация – это опыт, когда человек взаимодействует с другим человеком путём разрушения стереотипов поведения, либо разрушения значимости другого человека, либо диктовка того, что ты не прав ни в коем случае, ты такой негативный, ты такой просто, ты никто. Это стирание личности, это переход на личности. Часто ли мы наблюдаем метод кастрации, который производят родители в подростковом возрасте для своих детей? Да. Очень часто. Первый опыт – это когда родитель кастрирует ребёнка, не говоря ему. Это игнорирование. Когда ребёнка просто перестаёт разговаривать с ребёнком, просто перестаёт замечать ребёнка, просто говорит, мы тебе не купим, мы тебе не дадим, мы заберём телефон, мы заберём у тебя всё. Ты не такой, как мы хотели, ты не такая, как мы хотели. Что с этим делать? Что? Как быть? Ребёнок впадает в состояние немилости, и в первую очередь этот ребёнок казнит себя. Он устраивает себе казнь, агрессия, злоба, желание вплоть до того, что что-то причинит себе или родителю. А дальше идёт, что безмолвная покорность. И вот здесь очень важно понимать, что если ребёнок в подростковом возрасте, в какой-то экстремальной ситуации демонстрирует покорность, это на самом деле апатия. Когда ребёнок понимает, что бесполезно говорить с родителем, бесполезно что-либо объяснять, мне плохо, мне больно, меня не понимают, я не такой, как все, родители меня не любят, они во мне разочарованы, что мне делать? Ребёнок остаётся в любом случае наедине с собой, да? Когда мы говорим «спокойной ночи», закрываем дверь, и что? Ребёнок спит? Ребёнок думает? Что делает ребёнок? Многие тревожные родители хотят проникнуть в голову своих детей, они так сильно тревожатся, так боятся, чтобы ребёнок развивался хорошо, чтобы всё получалось, чтобы всё было, но когда ты тревожный родитель, значит, ты не чувствуешь, что ты безопасен для своего ребёнка. Ты в первую очередь тревожный родитель, и ты в первую очередь опасен для своего ребёнка. Это не обвинение, это рассуждение на тему, исходя из опыта. Так вот, смотрите, родитель любит ребёнка, но получается, что ребёнок в подростковом возрасте впадает в прессуицид. Прессуициды есть разные. Ребёнок не хочет на самом деле жить, или ребёнок демонстрирует родителю «люби меня, люби, не казни, не ругай, пойми меня, принимай меня». Это гормоны, или это ответ на родительский запрет, на родительское воспитание? Ситуации бывают разные. Выход из этой ситуации только один. Это диалог. Диалог, и ещё раз диалог. Родитель, который ведёт диалог со своим ребёнком через любовь, через принятие, через объятья, через то, что всё, что ты проходишь, мне важно. Всё, что ты чувствуешь, мне важно. Ни в коем случае нельзя закрывать дверь в невыясненных состояниях. Необходимо жить с открытой дверью, чтобы ребёнок всегда мог войти к тебе и спросить, что, как, почему, рассказать, побыть с тобой, просто получить какое-то психологическое поглаживание. Погладьте ребёнка глазами, улыбнитесь ребёнку, дайте знак, что вы рядом, что вы всегда будете рядом, и тогда детей в подростковом периоде с пресс-суицидом будет меньше. Почему я взяла эту тему? Потому что, ещё раз повторюсь, подростковый возраст в состоянии, когда ребёнок теряет альтернативную систему качественной жизни и желает прекратить эту жизнь, эта система частая, очень частая. На сегодняшний день каждый четвёртый подросток думает в состоянии пресс-суицида. Так вот, энергия, которую родитель посылает в тревоге, это энергия саморазрушения и самообвинения. А энергия, которую родители посылают в состоянии любви, что бы ни было, я всегда рядом, я с тобой, я тебя люблю. Это энергия успокоения. Есть такие мамы, которые понимают, что говорят плохие слова, папы, которые говорят плохие слова для своих детей, ограничивают их, воспитывают, но они не могут остановиться, потому что в их голове только одна проблема – я создал ребёнку условия, а ребёнок смеет ещё страдать. Не смей страдать, ты мой ребёнок, я напрягаюсь ради тебя, не смей страдать. Это приказ, это наказание. Что вы испытываете, когда вы говорите своему ребёнку такие слова? Депрессивное состояние, ещё раз повторюсь, это состояние, когда мозговой актив уходит на снижение выработки многих гормонов. На сегодняшний день чётко установлено, что серотонин, который не вырабатывается в норме, и мелатонин, который не вырабатывается в норме, это система тревожно-депрессивных расстройств в любом возрасте. На сегодняшний день тревожно-депрессивные расстройства помолодели, И даже дети 2, 3, 4 года испытывают такие состояния. От этого проявляются синдромы гиперактивности, это аутистические синдромы, синдромы расстройства аутистического спектра, различные тревожности, энурезы и так далее. Состояние, когда мы говорим, ой, он испугался, она испугалась, это страх, это вот собачка, это вот ребёнок один в комнате остался и испугался. На самом деле всё намного сложнее. Дефицитарное состояние развивается из состояния неврозаподобного и состояния именно физиологического, нейрофизиологического аспекта, когда у детей либо скудное питание не хватает, идёт авитаминизация, дефицитарное состояние, либо не усваиваются микро-макроэлементы. Ну, конечно, искусственные витамины тоже не решение вопроса. Необходимо посмотреть, что в рационе питания у детей. Необходимо выявить причины дефицитарных состояний. Но то, что нервная система и, скажем так, психоневрологические аспекты, это аспекты в том числе дефицитарных состояний, это однозначно. На сегодняшний день в аптечной сети, как и в биодобавках, есть такие препараты, как мелатонин, трептофан, серотонин. Но мы должны знать, что эти продукты мы можем усваивать из пищевых продуктов. Это тоже важная информация. Допустим, я иногда шучу и говорю, вы знаете, есть такая чудесная грузинская кухня, не только грузинская, конечно, итальянская. Это трептофановое опьянение, когда в данной кухне присутствует, скажем так, жареный, топленый сыр, различные, скажем так, пищевые привычки, когда добавляется сыр, сулугуни, моцарелла, которые обрабатываются тепловой обработкой. Так вот, как раз-таки в этом виде пищи достаточно много трептофана. Трептофан – предшественник серотонина, мелатонина, и это очень вкусно. С одной стороны, жирненько, конечно же, да? Но после такой пищи вы можете чувствовать расслабление во всём теле. Это такой допинг-релакс, да? Вот отсюда мы берём трептофан. А если учесть, что трептофан – предшественник серотонина и мелатонина, то вот вам, пожалуйста, ещё один вид диеты, да? Когда мы можем трептофан усваивать из пищи? Конечно же, много и других видов пищи присутствуют прекрасных. Конечно, присутствуют серотонины во фруктах, да, и в сухофруктах, и в орехах. Но об этом мы поговорим, скорее всего, в другой раз. Я рада была вас видеть. До новых встреч. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!